Здравствуйте! В эфире программа художественной фотографии «Света Тень» и я, ее ведущая, Ольга Краснопевцева. Последний российский император Николай II и императрица Александра Федоровна были одними из первых фотолюбителей в России. Альбом, созданный руками государя и государыни, стал прообразом всех семейных альбомов у нас в стране. Среди любителей фотографии был и последний император России Николай II. Благодаря его страсти к фотографированию, сегодня мы имеем возможность увидеть огромное количество снимков, сделанных им самим. К великому счастью, почти все снимки сохранились и дошли до нас в том виде, в котором создавались Николаем, Александра и их детьми – Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией. Фотографии, большая часть которых делалась ими самими, бережно вклиленные в альбомы, подписи к ним, строки писем и дневников воскрешают жизнь императорской семьи, делая ее настолько понятной каждому, насколько может быть понятна любовь. Вся семья увлекалась фотографией, но пожелтевшие от времени отпечатки говорят о том, что в первую очередь они были увлечены друг другом. Сотни альбомов составили уникальную летопись семьи. Перед нами проходят два десятилетия – 1897-1917 годы. Ливадия, Крым, Волга, яхты «Штандарт» и «Полярная звезда», «Германия», «Царское село», «Балтика», и снова Ливадия, и снова «Царское село». Милое, родное, дорогое место, главный и любимый дом, кабинет, бодуар, парк, любимые игры, шалости и забавы. О том, что проходят десятилетия, говорят лишь изменившиеся лица. Все больше тревоги в глазах Александры, все больше печали в глазах императора. Кризис в стране, война, болезнь наследника Алексея. Но здесь же рядом кадры, запечатлевшие минуты счастья и умиротворения. «Царское село», «Сеновал», «Пруд», снова путешествия. «Благодарю тебя еще и за твою бесконечную нежную любовь, в которой заключается вся моя жизнь», писала императрица Александра императору Николаю в апреле 1916 года. Их жизнь прервалась 80 лет назад, а любовь сохранилась и пришла к нам с этими фотографиями. Исполнилось 40 лет одному из самых известных в мире фотобейнале – мир дикой природы. Наш корреспондент побывал на юбилейной выставке, открывшейся в британской столице. Начиная с 1964 года и по сей день, ежегодный международный конкурс на лучший снимок дикой природы является одним из ключевых событий для многочисленных фотолюбителей и профессионалов во многих странах мира. Абсолютным победителем года стал снимок Дага Перринса «Резвящиеся китовые акулы». Это было единодушное решение, так как эта впечатляющая фотография еще является и поразительно прекрасной. Весь этот удивительный танец акул и сардинной снимки напоминает лучшие балетные номера. Я думаю, жюри и посетители по достоинству оценили световое и цветовое решение этого потрясающего снимка. Британский фотограф Пит Аткинсон стал победителем в категории «Инновация» со своей работой «Серая рейфовая акула». Я горд и восхищен тем, что стал победителем в категории «Инновация», которая является одной из самых престижных на конкурсе. Я провел более двух месяцев под водой на Большом барьерном рифе, пока мне удалось сделать этот снимок серой акулы, бороздящей океан в поисках добычи. Имя 17-летней американки Габи Салазар станет широко известно в мире фотографий. Ее снимок стал победителем в категории «Молодые таланты». Ящерица на фотографии называется «Энол», «Зеленый Энол». Они очень маленькие, и они меняют цвет, когда перепрыгивают с растения на растение. Они меняют оттенки от коричневого до темно-зеленого, и эти цвета очень и очень подвижны. Ящерица отдыхала на колючем персиковом кактусе, когда я щелкнула затвором своей камеры. И отблеск, который я увидела в ее глазах, был просто захватывающим зрелищем. Так получился этот снимок. Жюри, состоящая из самых известных специалистов в области фотографий, уверена в том, что следующий конкурс соберет под свои знамена еще больше количественных участников. Прими участие в фотоконкурсе «Эпсон» «Моя любимая фотография» и выиграй один из сорока призов. Условия участия. Выберите самый лучший сделанный вами кадр или самую любимую фотографию. Заполните анкету участника конкурса. Отправьте фотографию через веб-сайт или по почте. Выиграйте приз. Прием работ с 1 января по 15 марта 2005 года. Объявление победителей и награждения в апреле 2005 года на фотофоруме 2005. Конкурс проводится на территории России, Беларуси и Украины. На конкурс принимается только одна работа от каждого участника. Подробные условия и бланк анкеты на официальном сайте фотоконкурса www.photo.epson.ru Один из самых известных фотографов-анималистов Василий Климов уже бывал гостем нашей программы. Недавно Василий вернулся из очередной экспедиции по труднодоступным местам Африки и привез в серию уникальных фотографий, взгляд из джунглей и материнства в дикой природе. Жизнь восхитительна во всех своих проявлениях. Будь то тигр перед прыжком, дрожащая антилопа, порхающая бабочка или распустившийся цветок. Главный критерий Василия Климова всегда и везде один. Его представление о прекрасном. Но тем не менее в своих пристрастиях он постоянен и в своих многочисленных экспедициях основное время уделяет травоядным и хищникам. Млекам, как он их называет. Это чистый экстрим. Будем так говорить, чистый экстрим. Василий Климов, официальный фотограф, кандидат биологических наук. Снимает живую природу более 20 лет. Считает жирафа самым красивым животным на свете. Ты идешь на риск и рискуешь ты своей жизнью. И поэтому качество здесь должно быть спецназовца. Не больше и не меньше. Чем больше Василий узнает природу и отдельных животных, тем больше у него появляется любимцев. Ему вообще кажется, что многие наши проблемы проистекают от эгоцентризма и душевной лени. Мы зачастую любим только себя и не особо стремимся познавать мир нас окружающий. А он готов любить нас и отвечать нам взаимностью. Приходится как-то прятаться, приходится маскироваться, приходится сливаться с субстратом, подползать даже. Были моменты, когда я висел там на веревке со скалы спущенной. Бывало, что я нырял под водой к своим объектам. То есть лишь бы оптика выдержала, а человек все выдержит. У каждого вида животных свои особенности темперамента, интеллекта и мирочувств, которые они обращают на своих детенышей. Так проявление материнской любви у антилоп и лошадей отличается от подобных проявлений у слонов, львов или обезьян. Конечно, если Вы будете неосторожно орудовать, то мать может бросить гнездо. Или вот, например, многие антилопы и олени, они оставляют своих детенышей в траве на день, на два, на три, а потом они их находят и уводят. И если в этот момент, вот такой критический момент, Вы спугнете малыша, то он убежит в сторону, и мать его может не найти. Таким образом, мы как бы еще одну трагедию принесем в этот мир. В мире дикой природы несть числа примеров самой преданной любви, верности и жертвенности, особенно к собственному потомству. Много лет Василий, наблюдая в степях, пустынях, саваннах и джунглях эти чудные и трогательные проявления материнских чувств, братьев наших меньших, захотел донести этот феномен до своих зрителей. И еще раз напомнить о таких вечных ценностях, как любовь, доброта, нежность и материнство. Тщательно обходя все опасности в мире дикой природы, матери идут на любые жертвы ради своих ненаглядных чад, будь то схватка с соплеменниками или с опасными хищниками. А самые грозные хищники планеты, приводящие в трепет все живое, являют собой примеры о самой нежной и всепоглощающей любви к своим детенышам. Смотря как любовные тщательно львицы и тигрицы облизывают своих малышей, трудно поверить, что минуту назад они кого-то лишали жизни. Моя задача поймать характерные особенности его жизни в дикой природе. У него может быть любовь, у него может быть отношение с другими ребятами, зверями или птицами. Мать может кормить деток. И моя задача поймать именно вот этот вот трепетный момент неповторимый, когда у них вот все красиво складывается. Все в мире имеет свое продолжение, свой смысл и свою награду. Детеныши животных, так тщательно и любовно выписыванные своими матерями, пойдут по жизни самостоятельно. И в свою очередь будут столь же трогательно заботиться о своем потомстве, продлевая существование своего рода и вида на планете. Если, конечно, сумеют выжить в этом суровом мире. И тем не менее, жизнь продолжается. Наша программа подошла к концу. Просто на сегодня пленка закончилась. Но не расстраивайтесь, мы увидимся ровно через неделю. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok